Сейчас от храма Александра Неского начинается крестный ход, участника которого следует на единственную в Иркутске Ордань, где уже через несколько минут начнется освещение воды. Среди тех, кто уже в 10 утра стоял у дверей храма, взрослые и дети, мужчины и женщины, жители Иркутска и соседних городов. Всего около 300 человек, маршрут несколько метров по прямой. Но в каждый шаг этого пути православные вкладывают особый смысл. С прочтением молитв архиепископ Иркутский Ангарский Вадим освещает воду на заливе Якобе. Эту Ирдань в течение двух прошедших недель готовили прихожане различных храмах, волонтеры и художники. После освещения воды владыка Вадим дает последнее наставление верующим и обращает внимание на то, что отношение к святой воде должно быть особенным. Вы слышали в сегодняшнем чтении, что эта вода может быть ограждением от всяких набетов, от всяких искушений и ответов. Лишь необходимо помнить, что по сути по своей это все возможно, но если будет живая вера. Здесь все. От маленьких пластиковых бутылочек до огромных железных канистр. Воду набирают не только для себя, но и для тех, кто сегодня не смог приехать к Ирдане. Для жены, для внукчик, для детей своих. Пока одни набирают воду, другие готовятся к самому необычному православному обряду – купание в ледяной воде. Для удобства тех, кто набрался мужества совершить погружение, проруби оборудованы перилами. А для соблюдения порядка рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов. Крещение – праздник семейный, поэтому пока одни купаются, другие держат на готове тапочки и полотенца. Спустя первые пять минут после того, как осветили воду, желающих набрать ее были сотни. Желающих нырнуть в Ирдань гораздо меньше, но эмоции их очень яркие. Желание очистить тело и дух возникает не только у взрослых, но и у маленьких детей. Что ты чувствуешь? Холод. Еще что? Энергия. Зачем ты это делаешь? По здоровому? Не знаю. Что вы чувствуете? О, это непередаваемые ощущения, классно. Под речек и облегчение. Вы первый раз? Нет, пятый. Ежегодно. Следующий масштабный праздник в православном календаре самый главный среди всех христиан – это Пасха. В нынешнем году ее будут отмечать 20 апреля. Антонина Махнева, Александр Мокин. Новости. Сейчас.